Всем привет, меня зовут Ян Баркунов, я внук Юлия Лешичевой. Мои бабушки более известны в инстаграме как девушка из 38 года. И мы на выставке находимся все в кабеле, здесь самая крупная выставка ее работ за все время. Более 65 работ представлены, вышитых как самых новых, которые она вышла на этой неделе, так и самых ранних для нас до 13 года. Некоторые работы есть с анимацией, есть инсталляция у нас в виде телефона с голосом записанным бабушке, советские телефоны. Вы нам все это покажете? Да, разумеется. В центре экспозиции у нас представлена новая вышивка моей бабушки, она вышла ее на этой неделе. Это вообще вдохновением для вышивания стал портрет Андрея Хельберна. Но она его переработала в своем собственном ключе, поэтому я назвал эту вышивку портрет девушки, которая встречала много жизненных перемен, но редко была грустной. Да, все верно. Бабушка не любит давать назвать себя картинам, поэтому ответственность за них уберут на себя. Я их и называю. А чем вы вдохновляетесь? Да, случайно, просто смотрю на картину и думаю, какой может быть интересный сюжет стоять за вышивкой, помимо того, что его бабушка вышивала. Их впечатление, да? Придумываю, да. А, то есть вы придумываете картины? Название именно. Картины, вдохновение для вышивания бабушка черпает из календариков, вырезок из газет, и совершенно любое что-то может вдохновить, ее не заставить что-то вышивать, она именно должна вдохновиться чем-то сама. А вот эти календарики и различные постеры вы же наверняка ей предлагаете? Нет, ну у нас постеры был, вы знаете, такой журнал был «Все звезды на растопку». Да, был такой в 90-е. Да, и там она нашла портрет «Спайс Геус». Под меня это просто девушки из Карелии, потому что из-за того, что она борется с деменцией, она часто не узнает людей, бывает, забывает, что делала вчера, допустим. Но помнит прекрасно свою молодость. И для нее, прежде всего, это были красивые девчонки, которые, да, просто изображены на большой фотографии, как она подумала. Вот даже есть фотографии, где она, с постером этим. И она решила их выжать, поэтому даже они очень сильно отличаются от того, что на постере. Также из группы Нирвана произошла, на самом деле портрет Нирваны, в нее висел постер вместе с ликом Богородицы, Иисуса Христа. И для нее это просто ребята прикольные были на стенке. Я даже не знаю, где она их настинашла. Ну, видимо, в тех же всех звездных. Нет, это вообще даже раньше он был. Там есть фотографии, где на стене у нее висит в 90-м году. Поэтому для нее это возможность просто отвлечься, она вышивает, потому что это любит и умеет. Но очень самокритично относится к вышивке, потому что всегда ей редко, когда что-то нравится. Но она все равно ее закончит. А с какого года она начала вышивать? Она с 12-го года активно вышивает. Кто пропустил, это выставка «Все в кабель-порт», выставка вышивальщицы Юлии Михайловны Алешиной, у которой... Алешичева. Алешичева, извиняюсь. Продолжай. С 12-го года. На фоне стресса, просто я говорю, дачный дом, и на фоне вот этих событий, она когда я пришла... Ну, просто когда сидела в квартире одна, нужно на дачу не съездить, отвлечься, просто начала потихоньку вышивать. Это были цветы сначала, потом коты, и как-то все потихоньку-потихоньку, и первую работу я не увидел, это большинство «Русская Венера». Придем, Чан? Это, конечно, как крестик. Крестиком. Да. Она редко когда крестиком вышивает, но тогда, когда я увидел эту работу, подумал, что она прям вообще смешная, необычная, а не уже какой-то, собственно, юмор, и композиции, и цветы есть, ну... А в молодости она вообще вышивала? Да, она с 5-ти летнего возраста умела вышивать, но в школе... Вот, да, русская Венера-Ваня. Забросила это искусство, она училась сидеть со техническими техниками в городе Пёрна в Эстонии, заканчивала его, потом переехала в Карелию и прожила всю жизнь в Карелии практически, это именно до 18-го года, когда мы ее перевезли в Петербург. В принципе, она и работала и комсомольской партией, и... Ну, диспетчером сначала, потом в комсомольской партии, потом в комиссии по условно-досрочным, с работой с зэками, потому что там очень много колоний, поселений, в том месте, где она живет, она двоится. Ну, в принципе, работа ни разу не творческая была, и для нее как бы вышивка, это... Только после вот тех событий, она вернулась к ней спустя много лет, просто это навык забытый, он просто вернулся к ней в полной мере. В принципе, она и вышивала во время войны, на самом деле, с 5-летнего возраста, она в 38-м году родилась, и в 43-м она уже, в принципе, научилась вышивать, и вышивка тоже, в принципе, для некоторых способов, ну, идти в другую реальность была. У нее голодное детство было, отца убили на фронте, и он, честно всего, долго пропавшим без вести, и их обвинили врагами народа, потому что не могли тело доца найти, и отец будет дворянского рода, потому что он будет перебежчиком. Но когда отца нашли, там, через несколько месяцев, только там, месяца 4 были, вместо того, на хлеб, ну, такого, то им вернули, как бы, ну, за все время хлеб, и, в принципе, доводное. Потому что она в большей семье родилась, помимо нее было еще, если не ошибусь, 5 сестер и один брат был. Собственно говоря, она была такой второй по... ну, много старших сестер было, потому что большая семья, в общем, была, и очень сложно было безоценны расти и сформировал ее характер в будущем. Поэтому она любую работу, которую, в принципе, даже если ей нравится, все равно закончится. То есть ей, как бы, важный сам процесс, ну, там, результат уже это, ну, смотрение, что-то получится. А что-то, какие-то картинки из прошлого? Это, в принципе, много все из прошлого. Что-то новое вы можете посетить и посмотреть. Даже ранее работа не более приближена к традиционной вышивке, даже взять тех же, там, петухов или тигра, там, кто-то будет. Да, тигр, он больше такая классическая гладь. Да, поэтому рядом с тигром висит колл 2020 года, поэтому можно увидеть, что техника помилялась. Потому что, ну, даже сам тигр, он очень интересный, он поймет, что он реалистичный, но он, как бы, странно почему-то, там, на плоту или на дереве сидит тоже, как бы, уже такая какая-то загадка появилась в этой картине. Хотя, вот это, если ранее работа, у бабушки еще не было, да, деменция? Ну, она постепенно развивается, да, не сразу, раз и ты забываешься. То есть, это, да, этот процесс, который он во время память стирается. Ну, кому-то, может, представить, обратить пример, представить, как мышь, например, от сыра просто по кусочку съедает, и вот деменция, это как мышка, которая просто вот мозгом память забирает, и поэтому, ну, такой неудачный пример, ну, просто, чтобы понять, как происходит процесс. Ей вышивка помогает в жизни? Ну, это мелкая моторика, да, вот, когда вы чем-то занимаетесь, это для вас как хардтерапия, ну, просто вы можете отвлечься, допустим, пойти на спорт или, ну, покатай, не знаю, по какой-нибудь стороне что-то. Есть какое-то любимое занятие, которое может у вас вывести из состояния грусти, не знаю, там, депрессии, просто если чем-то увлечься. То есть, у нее появился смысл жизни новый, так сказать? Ну, это просто, да, хобби, которое помогает ей таким, как выступать в роли лекарства, не знаю, ну, инструментом борьбы просто. Она, вот, отвлекается и машинально просто думает в своих мыслях спокойно, то есть, она думает, там, какой стежок, какую нитку подобрать, а не то, что, как бы, какой сейчас, где находится она, кто, что вообще придется. Я не помню, как вчера, поэтому я не слышу, когда я не слышу, когда я не слышу, но в отличие от того, что происходит. Ну, это идеальное преимущество, ну, понимаешь, что в деменции фигу на лице, который в церкви не поменится, но идеально инфицирует, что человек чувствует при деменции, и, как бы, это прям статистично, то, что каждый человек при деменции испытывает, и, в принципе, показан фильм. Перед нами высадки каких-то сих пор не знает. 20-го года, а, практически, тут вот есть автопортретные бабушки, на самом деле, что он у нас референс. А ниже висит картина Яна Крестителя. Бабушка не боится, на самом деле, перерабатывать сюжеты, и важно, главное, чтобы картинка нравилась, а дальше, там, имеет ли религиозный характер картинка или, там, фон в какую-то, не знаю, там, эротику, для нее не важно, потому что ей нравится сама картинка и сам процесс. Поэтому образы здесь абсолютно разные. Есть и репродукции Рафаэля, Мадонны со щегом, в которой он переработан в стиле. А мне вот интересен технический момент. Я вижу, что ткань, фон на всех работах разные. Она самостоятельно подбирает? Да. Раньше она использовала навыки, если вы посмотрите, все, что подрукнули. Две тряпки сошьет, две навыки, разрежет, ну, сделать, как с герахом, допустим. Сейчас, вот так у нас появится множество, можно ей перезоставлять ткань. Она выбирает, просто мы натягиваем на подрамник, и, соответственно, уже нитки сама все она подбирает. Ей много дарят уже с момента ее известности. В 2011 году у него поклонники часто призывают. Ян, Ян, комментарий тут для вас. Внук – это просто мечта любой бабушки. Хотела бы я иметь такого внука. Огромный респект вам. Спасибо большое. Тут пишут... Мне кажется, это заслуга все-таки бабушке, то, что как ее наванят. Ну, почему? И ваша тоже заслуга, потому что, если бы вы не выложили это все в интернет, об этом никто бы не узнал. Ну, да, но тут, да, не забудь, что люди делались таким сарафаном радио и репосты, поэтому это как бы здорово, что людям понравится. Когда я просто создавал аккаунт, я не рассчитывал, что российскому зрителю это понравится, потому что думал, что это более приближено на Запад или что-то на Европу. Потому что это современно выглядело. На самом деле, все наоборот. Я не разбираюсь в искусстве, но что-то мне подсказывает, что это жутко талантливо. Спасибо. Вот, пишут, что поддержка очень важна на самом деле. И это так. И ваш молодой современный взгляд на творчество бабушки и вашу любовь через призму, которую вы представляете бабушек, это, конечно, тоже отдельно заслуживает и похвалы, и уважения. Спасибо большое. Здорово очень. Спасибо. Вот я даже не знаю, что мне больше нравится. Ваши отношения и ваше желание показать бабушке на творчество, либо само бабушкино творчество здесь. Ну, тут, как бы, цель на акцент все-таки на ее работе, на некоторые дополненные реальности. Я, конечно, на мысле, что они могут даже немного отвлекать с самобычей. Потому что, то есть, как бы, тут самый главный момент, самый лучший, прежде всего, бабушки, дополнительные вот эти возможности, как бы, анимировать, это уже, чисто, как бы, ну, дополнительный сюжет не заставляет полет в Анталии. А сколько ей лет сейчас? 83. Угу. Со зрением у нее все хорошо, судя по всему. Ну, она умеет, может, нитку ушко-иголками, значков парадить, что-то, как бы, нам делаете. Ну, это хорошо. Да. То есть, она... Для такого возраста... По тем более можно в очках забыть, почитать, ну, то есть, да, ну, фу, как бы, зрение хорошее. А вы кто по профессии? Почему вот вы... Ну, на самом деле, по профессии я связи с общественностью, в 2009-ом я закончил. О, коллега! Да, ну, я этим не применял навык этот, и, как бы, особо, ну... Ну, пригодается вам это сейчас? Да, я не могу сказать, что пригодается, в принципе, я сам по себе, как бы, творческий, и, наверное, может быть... Мне нравится за счет бабушкиной истории свои творческие вот эти... Котенциал использовать в виде реализации его роликов, какой-то, вот, он, анимации придумал, чтобы вместе со своими коллегами. Поэтому... У вас команда, или вы один? У меня есть... Моя подруга, которая создает некоторые... Ну, они, большинство бабушкиной анимации, анимации, и вместе с мужем они придумывают сюжет, поэтому некоторые, в принципе, анимации я сделал, но они самые корявые такие. А так... правил команды нет, просто есть, как бы, вот... Единомышленников, можно сказать, такой групп. Бабуля молодец, и родственники тоже. Спасибо большое. А мне пишут о том, что вы дополняете хорошо друг друга, и дерево севено своими корнями. Отношение внуков к бабушке поражает глубины сердца. Спасибо большое. Тут надо даже даже с моей маме, потому что она у меняла свою жизнь, и переехала из города за город с моей бабушкой жить, и со своим мужем, и с моей бабушкой. Потому что, как бы, жить с человеком зименцем достаточно сложно, так что нужен постоянный уход и понимание, и пришлось, как бы, из города, где куча разных возможностей, выехать за город, но и стараться, в принципе, там осесть. И, ну, она, я думаю, нисколько не жалеет об этом, потому что, в принципе, жить за городом тоже прекрасно бывает. Но они кругу годы теперь там живут. У нас шесть котов, две собаки. Да, ну, мы бабушку перевозили с кошкой своей, и бабушка помнит свою одну кошку и знает по имени, а остальных она, в основном, забывает и путает. Для нее, как бы, кошка основной... Она, в принципе, любит животных, да, и можно выехать к картинам, что вышивки... Но кошек очень много. Кошек, да, на кошаке, на самом деле. Есть там где-то собака, но, в большинстве, она всего любит кошек, и они, как она говорит, кисоньки у нее, вот, как бы, на всяких этих вышивках. Даже сейчас она, вдохновившись выпуском на телеканале, начала вышивать новую работу. Я, в принципе, сегодня в инстаграме выложил. Это очень забавно, и портрет кота в своем характерном стиле, это рабочее что-либо. А сколько по времени у нее примерно уходит на создание одной работы? Ну, вообще, на самом деле, месяц. И вот, Spice Girls, два с половиной месяца она ушла, но, опять же, вдохновение зависит. Просто в этом году она очень как-то активно вышивает, и очень много работ вышло. За полгода она вышла, по-моему, десять работ точно. Ого! Да, и у нее она за две недели, как бы, уходит, в принципе. Если она... Ну, ей скучно просто сидеть, там, читать или телевизор смотреть. И она, там, может, проснуться в шесть утра и, там, до вечера вышивать, ну, в плане того, что, поесть, там, переблю, делать. А как она это все делает? Сначала рисует, или сразу нитками вышивает? Да, бросок всегда нужен на белом, либо картошом. То есть... На тканях прям, да? Ну, от себя можно только придумать, там, добавить лепестки, там, цветочки, солнце. Такое, как бы, обычное. При наивном инкурсе часто используется. Это то, что по памяти, можешь вспомнить. А более сложные элементы, там, портрет человека или кота, ну, как бы, направляет. Это прям как иллюстрация Васнецова. Вот эти шелковые навылочки, да? Да, это самая ранняя работа, и вот они даже по технике отличаются, но они очень забавные. То есть, моя мама, правда, наклеила их на картон. Ну, тоже оригинально смотрится, на самом деле. Мы просто, когда впервые вставляли в союзе художников, у нас не было такой, как бы, концепции. И даже бабушке тогда еще не было интересно. Решили просто представить ее работу, и вот наклеили на... Хотя обычно, ну, просто шелком очень сложно, он же постоянно мнется, и вот, как бы, сложно. Ну, травма, либо пластикона, да? Ну, тоже оригинально выглядит. Вот мне интересно, в какой момент вы поняли, что бабушкина работа это часть современного искусства? Ну, когда увидел русскую Венеру, наверное, в принципе, не активно. Понял, что когда в Инстаграме начали видеть, просто восхищаться, и пишу комментарии, подписываться, и просто делать, тогда я понял, что действительно, русская аудитория очень классно воспринимает... то есть я сначала на иностранном языке был, в принципе, участвовал, но понял, что действительно вся аудитория, это большая часть, это Россия, и они в таком восторге, что... Ну, так подумать, на самом деле, если, по-моему, ты вышивала, может быть, молодая девушка, то, может быть, не такой у нее был, ну, такой был бы резонанс, на самом деле. Ну, с другой стороны, просто бабушка, она сама учка, и вышивает, потому что, как бы, умеет, и любит, и все равно, у нее нет звездной болезни, потому что она, во-первых, забывает каждый день, то, что там, какие-то события происходят, и для нее это просто способ, как бы, отвлечься, что-то просто... Приятное времяпрепровождение. Интересно, какая у нее была реакция, когда она увидела себя по телевизору? Ну, это добавно было, да, мне на канале Культура, случайно услышал, просто позвал, и она, так она медленно передвигается, что-то у нее ноги болят, тут она, прям, как реактивная, быстро до дивана, я 4 минуты, она смотрела этот репортаж, а потом еще 5 минут, вообще не могла понять, что произошло, то есть, как бы... А когда ролик вышел? А в 19-м году, есть у меня, в инстаграме, выложен этот ролик, где бабушка смотрит, и у нее реакция такая, прям, изумленная, ну, необычная. Журналы, вырезки, которые я все это привожу, и там книгу отзывов, она это все сохраняет, ну, для нее это удивление, на самом деле, каждый раз, когда она письма получает с разных стран, она очень много, пока их, там, из Аргентины, из Америки, и присылает, из России, в том числе, много, и она, понятно, что просчет забудет, но каждый раз, когда пересчитывает, она снова, как бы, восхищается, как здорово, и, да, в принципе, кто хочет написать бабушки письмо, можно будет это сделать, ну, для нее, вообще, это возможность, когда поддержка есть, ей приятно, то есть, даже если она, как бы, она забудет об этом, она все равно, может вспомнить, открыв, то же самое, книгу отзывов, или просто открытку найдя, у себя, где-то, в закромах, которые она, обычно, на все прячет, поэтому, да, такое, ну, поддерживает, действительно, вдохновляет любого человека, если есть какое-то внимание, со стороны, да, это поддерживает, и вдохновляет на создание новых работ, поэтому, ну, для нее, прежде всего, нет границ каких-то, там, рамок, что-то, табу на вышивание, чего-то, то есть, тут, как бы, вышивка не в самом традиционном ее понимании, она и как бы современно выглядит, поэтому, там, у нас скидборд, например, сотрудничество с компанией Юнион, не пропагандирует скидборд, ну, как бы, скидборд, скидбордник, это олимпийский вид спорта уже, и у меня задача стояла, что молодежь познакомить с вышивками моей бабушки, потому что, как бы, будет современно, секунду я на минуту даю. Ну, журнал Сизонс, у меня, кстати, есть, вот, весна 2021 года, вот их фотографии, в молодости красавица, у нас с тобой одинаковый эфир, ну, подумай, а вот, история все равно разная, котики, а, вот семья, так, я тогда буду через тебя снимать, снимать. Спасибо большое за вашу обратную связь, я вижу два вопроса, ого, сколько вопросов, значит, сейчас пойдем Яну задавать. пусть покажет свою любимую, вышивает старинными запасами, сейчас Марина, Маша спросит. Выставка эта продлится еще два дня, все в кабельпорт, работает с 12 часов. вопрос такой, какая ваша любимая работа на выставке Янушка? у меня, у меня, такой, на одной фону выбрать, одна из-за этого девушка, которая загорает, вот на скейтборде, на этой, даже наилку, ну, мне просто нравятся такие яркие работы, Иракова, безусловно. Вот у вас на входе тоже? Анатона, она. Здорово, например, когда необычно сделан крестиком, и что-то где-то по схеме пошел, не так, она сделала забавно. Ну, это классно. такой полет фантазии мне но очень много интересного где в деталях на самом деле вышивки потому что если смотреть тут можно увидеть птичцу с сердечком которая почему торчит из головы вот очень обычно и есть вышивка с котом я могу показать очень интересно там летучая мышь размером пчелу или пчела размером с летущую мышь и летущая мышца такой смешной мышь очень много деталей которые на первый взгляд не заметно если присматриваться при любите летущую мышь она очень забавная то она даже мне кажется как отдельный персонаж здесь выглядит то есть как бы ну понятно что пчела и большая это попугай но летущая мышца каким-то разным цветом лица и с улыбкой и огромной палкой на ногах это забавно а вот это уже современная вот она вышла на на этой неделе тут одна из последних да 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 то есть даже вот видно что они любят добавлять либо солнца либо что-то вот в уголках оформлять картины а фриды здесь нет да по-моему есть вот где я подаю книгу на иностранном языке там все творчество фриды и она просто выбрал самое интересное там где фрида с обезьянкой есть референс тут также есть картина генера вертикордия парафаэлита вот изображение у девушки по-моему трость была в руках или нет по-моему но очень забавно тоже очень классно где она даряко уходит конечно сначала стоит цель это изобразить картинку похожий ну каждый раз получается не похожи и по-своему то линии это похоже то есть но нет ноги не нет меня это не похоже конечно она обижается не похоже на нас просаду да и ладно если нравится кабан уже по-своему дополняет для него на чтобы начать с чего-то это может дальше как пойдешь и если ради работы действительно похоже там тигр есть тигр тут некоторые уже тут соли наполнен ик стром даже спайс гелс какой-то там российский трикавор изображен нос это совершенно случайно причем я думаю по любому не выбрала патриотично но они и отличаются то что там есть не мне бы на не было фото споделся если бы кто-то узнал мне интересно я полагаю конечно с бабушкой это вряд ли она строит планы творческие но она вообще не стоит да вот а у вас есть ли какие-то планы на развитие бабушки да и хотя бы за границу бабушке я работа представить до этого была в сербии франции на хотя бы именно странным дальнего востока можно японию поправ потому что неинтересно мнение на бабушку много на во-первых с японии подписано или восхищаются я работаю и вообще есть считать своей искусство международно но здорово было показать людям и мы не продаем вышивки по этой причине потому что не собрали бы коллекции так было бы здорово что сейчас есть такие работы некоторые мы работаем и дарим музея действительно каких музеях уже нет сербского музея наивное искусство и музеи в сарском музее москвы и русского украины и на искусство вот и прежде всего главное показать людям да все эти работы на что из частной коллекции когда мы с ним продавать несложно было собрать много договоренности но это не сложно но все равно это время занимает так просто я взял провел все работы и выставил а уже какая по счету выставка хороший вопрос ну примерно хотя бы в питербурге это наверное уже но нет петербурге это первая крупная самая такая большая до этого консоюзе художников музея русского лишь 6 выставлять в москве единственная баба была ванова еще одна если так просто посчитаем 3 допустим по городам посчитать 3 сербия 4 5 6 да как бы на ли шестая именно такая ну писем брать по городам 6 петербурге просто чаще всего потому что мы петь на экономическом форуме еще бабушка вставлял в девятнадцатом году в рамках там три работы было проекта стас проект не чуждаемые это были работы художников различные которые аутсайдеров на самом деле ноги ну бабушка боюсь на кто представлю свои работы будущее не в пансионате либо не в доме престарелых а как отдельный художник как отдельная художница которая жива и создаю свою работу и вне какого-то заведения для для престарелых людей то есть она работа на самом деле были в центре за вы и а вот интересно социальная поддержка есть какая-либо у бабушки либо у таких людей кто занимается творчеством как это есть на допустим какие-то годы на плату электроэнергии нет но я имела ввиду вот именно социально такая культурная поддержка то есть вот например вы своими силами организовали эту выставку но это вместе сев кабелем давим спасибо дайте что они кто отдать должное что они пошли на встречу да или интересно да на самом деле и чем девятнадцатом году предлагал у них не было такой площадке и в этом году здорово не полгода убирали дату получилось спонтанно я просто хочу отметить что вы отдельно кругу своей семьи для бабушки сделали намного больше чем целое государство в качестве возможности поддержки культурной это здорово спасибо но хотя и не здорово в том нет на самом деле я не даже не знаю на самом не как социально можно вычислина просто помогать или кто в домах престарелых именно находить какие-то для них интересы чтобы они занимались каким-то творчеством просто надо искать из прошлого из молодости чем люди увлекались потому что бабушка привязывается к деталям которые окружали в молодости шкаф или какие-то предметы интерьера и она благодарим цепляется и допоминает если она выйдет из дома она уже теряется даже не понимаете что из-за дома в котором она была окружение и да нужно проводить социальное оповещение людей как работать с людьми с деменцией на самом деле ты книги очень есть вложные которые могут висеть либо даже книги не несколько мало кто будет читать книгу просто как-то не знают делать более грамотно преподносить в этом плане что обычно установить люди которые попадают дом престарелых это в принципе путь их недолгий там на самом деле очень сложно адаптироваться и кому не нужны они да особенно конструкция ковида и родственников например туда не пускают как бы очень сложно бывает некоторые данные случаи когда мы друзей не пускали к своей бабушке и приходилось ждать а человек один остается и он в общем ну например фильм хочется пример перейти этого с ним отцом коктинцем привести это действительно такой сложный пример когда женщин понятно что каждого в жизни на история разная что сложно с работой нельзя не каждый может постоянно сидеть с человеком на деменции поэтому тут тут надо поддержкой государствами чтобы больше волонтеров терапии и как результат вот такие организации таких выставок мне кажется допустим если проводили бы такие выставки систематичные вот и сборные персональная выставка это очень круто но но арт-терапия вообще в принципе она эффективная во многом ну каждый человек талантлив на самом деле просто раскрыть свой талант и поэтому даже люди которые много и страхи уверен они тоже могут начать рисовать и поэтому человек должен быть чтобы интересно было тогда любая терапия может там шевать там что-то не знаю что угодно делать рисовать вязать готовить все это есть любой вид искусства в принципе все равно чем главное чтобы это приносило удовольствие поэтому вот люди думаю ну тут да важно именно социальная поддержка обучение даже мелкая моторика при вышивании помогает даже вот компьютерные игры доказано что ну действительно для пожилых если они фокусируются лучше то есть они могут как бы просто нажимать кнопки и там и думать надо все равно когнитивные функции работают работает мозг и улучшается концентрация все это не с целью как бы просто провести время если тоже помогает даже есть научные исследования зарубежные поэтому тут надо любые какие вещи просто люди увлекать в эти кружки создавать курс и она просто выделите что-то контролирует я просто не знаю как сейчас устроено дома престарелых там что-то просто не думаю что там все очень хорошо они просто между собой общаются если там что-то устроено в этом смысле там как бы просто уход и ты дальше сам себе предоставлен что хочешь ты делаешь ну вот я хочу вас поблагодарить за экскурсию за такой чудесный рассказ о вашей бабушке за организацию выставки вот за то что вы ведете аккаунт за то что рассказываете о бабушке ее творчестве и пропагандируйте это искусство с одной стороны с другой стороны тем самым поддерживаете в том числе и здоровье бабушки душевная вот потому что я понимаю что ей это тоже важно и пускай на момент то есть не в перспективе как и долгосрочная вот когда она слышит приятные слова и и конечно это поддерживает скажите пожалуйста подписчикам нашим как вы допустим если они захотят поблагодарить или что-то написать или михайловыми как они это могут сделать только через ваш аккаунт имею ввиду можете прислать открытку для моей бабушки либо просто можете написать в аккаунт моей бабушки и спросить адрес я напишу и вы можете послать открытку она обязательно ответит и приятно получить просто для нее привычнее всего читать открытки письма потому что интернет это все-таки для пожилого человека тяжело да то есть непонятно кто это написал для нее все-таки что-то новое сложно понять не может это ощутить энергетику письма да открытки живой почерк для него важно поэтому если кто хочет можете написать я отвечу при себе адрес бабушка с удовольствием может от вас получить открытку письма что угодно здорово у вас корреспонденция налажена на самом деле ей это помогает очень сильно она любит перечитывать их там что-то отвечает пометь какие-то девочки но опять же я не думаю что она у нее много общения и эти открытки наверное как-то замещают это общение нет это просто способ как бы коммуникации да постоянно что-то перебираю постоянно свои бумажки что-то такое да прочтет и день это приятно мы и постоянно она смотрит постоянно канал культуру во первых потому что раньше она смотрела нтв и что-то такое я не говорю что это плохое просто нужно и она любит оперу и любит что-то про искусство это ее расслабляет про животных смотреть такие каналы это полезно поэтому начнем этом и канал культуры включен и для нее это тоже как бы возможность после себя на прочтете но и газет соответственно она читает только какие-то нормальные сина и начнут читать про ситуацию там в стране или других странах у нее даже на здорового человека влияет негативно вот эти газеты находят он на растопку и у нее начинается на день стресс то есть вот там что вообще происходит с этим настроением ходит и засыпает поэтому важно ограничивать вот эту информацию негативную кого же чем спокойнее начием и тем и мы спокойно спокойно такая выставка она продлится еще два дня все в кабельпорт работает с 12 часов и в пятницу последний день это выставка юлия михайловны вышивальщицы с деменцией ей 83 года и я обязательно оставлю ссылку на ее аккаунт всем спасибо всем пока